Строчка за строчкой в этом небольшом цехе шьют скатерти, наволочки и пододеяльники. Сложно представить, но всего за день таким скромным составом партнихи могут сделать несколько сотен комплектов пастельного белья. Открыть свое швейное дело для Натальи Бондаренко – мечта детства, осуществить которую решилась всего пару лет назад. На руку сыграли санкции и запрет на ввоз турецкого текстиля. После первых продаж оказалось, что спрос еще выше. На внутреннем рынке не хватает подушек и одеял. Чтобы расширить производство, нужны были деньги. Тогда же Наталья и узнала о фонде микрофинансирования Краснодарского края. Уже через месяц после составления бизнес-плана на покупку оборудования выдали кредит в 700 тысяч. Банк минимум под 15% на развитие бизнеса. Займ нам предоставили под 7%. Никакие банки, ни одна кредитная организация такую ставку не сможет дать у нас в городе. Это очень существенно и в рамках того, что производство всегда требует определенных затрат, очень больших. И не такая высокая наценка на производстве. Из фонда микрофинансирования кубанские предприниматели за три года получили больше миллиарда рублей. Деньги бизнесменам выдавали на развитие производства, увеличение мощностей и модернизацию. Такие меры поддержки оказались более эффективными, озвучивает выводы Вениамин Кондратьев на Всероссийской конференции предпринимателей. В этом году даже полностью отказались от субсидирования в пользу микрозаймов и поручительства. А значит деньги получают только те, кто умеет ими распоряжаться, ведь заемные средства придется возвращать. Раздавать субсидии налево-направо даже тем, кто не умеет заниматься бизнесом, будет неправильно. Вопрос приоритета. И какая должна быть господдержка, в каком объеме и по отношению к кому. Вот здесь тоже очень важно. И для нашего региона принципиально важно понимать, что надо поддержать тех, кто на самом деле умеет заниматься бизнесом. И которые готовы взять деньги, ну не просто взять в бюджете, а через фонд микрофинансирования, пусть там 4, 5, 6 процентов не выше. Но он понимает, что он должен их вернуть, заработать и вернуть. И тогда на самом деле это тот, кто может заниматься бизнесом и должен заниматься бизнесом малым или средним. А если он не хочет брать даже по 4 процента годовых, тогда это не бизнесмен. Я совершенно согласен с Вениамином Ивановичем, что не должно быть подарков. Вот те решения, которые были, допустим, по грантам на создание малого бизнеса, результат плачевный. Потому что деньги брались и не возвращались, а бизнесы не создавались. Это были подарки огромному количеству людей, которые не несли никакой ответственности за то, что они с этими деньгами делают. Поэтому только на возвратной основе, даже если мы говорим о микробизнесе, там 1 миллион рублей, но с представлением бизнес-плана и под личную гарантию предпринимателя. Краснодарский край сегодня на втором месте в стране по количеству бизнесменов и на пятом по числу частных предприятий. Все эти рейтинги составляли, основываясь на официальной статистике. То есть учитывали только зарегистрированных предпринимателей. Но есть и те, кто открывает свое дело нелегально. Такая практика наблюдается, к сожалению, по всей стране. В гаражах, когда мы исследовали эту тему, мы нашли очень много интересных свидетельств. Например, производят приборы, электротехнические приборы для военной техники. В Челябинске собрали танк. Ну уж не говоря о совсем простых вещах, когда производят скобины, инструменты, паяют, шиномонтажники и прочее, прочее, прочее. И все это было бы хорошо, если бы объем этого сектора экономики не начал бы сравниваться уже с общей светлой белой экономикой России. Экономика, которая в тени. Мы вот говорим, она в гаражах и не видно. Не верю я, что в наше время не видно то, что в гаражах. Все видно. Просто вопрос, как поступить с этой экономикой, которая в гаражах. Два способа. Или заварить эти гаражные ворота снаружи, сварка, и забыть про эту тему. Или создать условия для тех, которые в гараже могут собрать танк. Это вот вопрос уже власти, уже подхода. Тут опять везде есть выбор. И насколько мы активно хотим развивать и вытаскивать этих самоделкиных, которые на самом деле могут создать нам в том числе и конкуренцию, и тот научно-технический прогресс, который мы сегодня покупаем. Или нам проще заварить эти гаражи, все закрыть и всех пересажать и на этом поставить точку. Чтобы вывести бизнес из тени, краевые власти вводят дополнительные меры стимулирования. Но доступна такая помощь только для легальных предпринимателей. Например, в специально созданных центрах поддержки помогут составить бизнес-план или, например, заполнить налоговую декларацию. А для тех, кто уже обращался в фонд микрофинансирования и хорошо себя зарекомендовал, готовы предоставить займ под еще меньше процент. Этой возможностью планируют воспользоваться и владелица швейной фабрики Наталья Бондаренко, чтобы выйти на новый уровень и производить наполнители для своих подушек и одеял. Наверное, самый основной фактор в том, что мы производим на территории своего региона, и эти деньги остаются в нашем бюджете. То, что мы зарабатываем, мы тратим также на себя, потому что мы здесь живем, хотим развиваться. Мария Крошина, Алексей Комаров и Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар.